слушай отдохнул так кстати хорошо пока тебя не было вот он не так постоянно мотает нервы всем привет я тут ездила на мастерскую новых медиа это такое обучение медиа специалистов прошла конкурсный отбор там было четыре этапа думала что не пройду и удивлена что попал туда в общем у нас был первый модуль вот начать в конце как он сейчас месяц апрель в общем начале апреля я вернулся 20 на средние было обучение там были очень уважаемые важные такие спикеры классная информация крутые участники следующий модуль у меня 26 апреля начинается опять улечу радуйся кстати если вы видели тикток мэра вологоды он свое время очень разлетелся по новостям и такой креативный классный проект я вот с девочкой которая над этим проектом работала жила в одной комнате мы с ней подружились вот значит тикток мэра вологды конечно ты же мне его и показывал а теперь давайте перейдем к новостям германии анонсировали шоколадку со вкусом хрустящих ножек сверчка но кричащий заголовок по факту таких шоколадок конечно же нет и не будет бренда так часто делают чтобы ну просто привлечь к себе внимание и это кстати насколько я знаю цифровая шоколадка то есть по сути производитель просто напечатал обертку такую чтобы привлечь внимание и как бы это все останется на картинке кстати не так давно были чипсы со вкусом смартфона в японии но они прям вышли да еще был гель для душа с ароматом big mac от макдональдс помнишь ты такой нет я такого не видел но вот в интернете читала лично мне эта история нравится это очень креативно интересно без лишних усилий бренд привлекает к себе внимание потому что новости разлетелось просто по всем пабликам новостным каналам вообще все кто можно уже обсудили что там начали над сверчков какой кошмар главное чтобы это осталось значит на каком-то адекватном уровне главное не перегибать палку и как бы оставаться в пределах разумного а так мне кажется прикольный креатив лучшие рестораны россии выбрали на премию way to eat Russia 2023 что такое вообще премию way to eat в общем в 2013 году собрались гастро журналисты люди которые любят поесть и как-то в этом вопросе немножечко разбираются и значит придумали вот такую премию то есть они хотели сделать рейтинг ресторанов чтобы было понятно где хорошо или не очень хорошо кто лучше не ходить вот с тех пор каждый год уже получается 10 лет они составляют рейтинг топ-10 сам по регионам тоже подбирают и но это происходит каждый год и в этом году в топ-10 у нас вошли практически все рестораны из москвы и питера то есть они там чередовались и только один был ресторан из красноярска я конечно понимаю что в москве и в питере на самом деле очень много классных заведений но хотелось бы рестораны из регионов тоже в этом списке видеть я например казань люблю и мне хотелось тоже рестораны из казани видеть там потому что они реально хорошие очень вкусные и обслуживание там сервис в общем там все на высоте мне кажется они вполне могли бы до конкурируют с московскими питерскими рейстиками до сто процентов естественно я поздравляю с первым местом питерский ресторан berge то есть березка да березка по-русски если перевести говорят что ресторан классный мы там правда еще не были но надеюсь скоро туда попадем кстати там много разных номинаций и одна из них официант года и в этом году ее выиграл парень из красный поляна мы с тобой обожаем красную поляну правда он работает в заведении в этом интересное название коко шале в нем мы именно не были хотя обошли там много заведений вот в любом случае поздравляем парни с красной поляну за красную поляну мы топим да еще есть номинация шеф-повар года который взял владимир мухин классный чел и на него в телеграме подписано просто вот очень советую гид мишлен отказался подтверждать звезды российских ресторанов в 2023 году ну и пофиг дальше глава роскачества протасов 40 процентах роу филадельфии нашли кишечную палочку но на самом деле сырая рыба а слабосоленая рыба которая у нас в роллах находится это по сути тоже сырая рыба это вообще очень рискованное мероприятие и нужно давать себе отчет то что там могут быть на самом деле всякие разные паразиты и инфекции и поэтому заведение нужно выбирать тщательно у меня просто была история мы еще в школе учились я тебе рассказывал наверное с подружкой заказали летом 30 градусов на роллы вот захотелось нам ну как бы ничего что жара две недели уже стояла это ну ну ладно слава богу что мы запивали их колой но ночью мне стало прям очень плохо я эту историю запомнила просто на всю жизнь и с тех пор у меня летом на роллы не сезон них летом не ем вот у меня кстати истории с роллами нет но я и не такой любитель но зато у меня есть история с арбузом как-то в детстве дедушка на рынке купил арбуз и он один единственный раз решил его взрезать на рынке узнаешь любит то продавцы любят предлагать посмотреть что там внутри вот и никогда он на эту тему не велся а тут решил попробовать они еще же такую пирамидку красиво в общем он принес домой этот взрезанный арбуз моего с двоюродным братом слопали вообще на ура потому что арбуз было реально вкусно вот но с вместе с ножом когда взрезали бактерии попали до бактерии естественно в этот арбуз и нам в этот же день стало крайне плохо вызвали естественно скорую скорая приехала мы выпили по трех литровой банке воды это было такое очищение мне кажется просто но может и сморганцовка это я уже точно не помню потому что было давно вот прочистились таким способом кстати стало легче и нас в любом случае все равно увезли в инфекционку вот хотя я уже думал зачем нас вести в инфекционку мы же трехлитровую банку воды выпили прочистились все нормально и и кстати да и и почувствовал себя правда в разы лучше но все равно нас увезли и две недели мы провалялись в инфекционке а это вот ну просто камера сидишь ты тебе нельзя выходить из палаты родители к тебе не пускают и там через окно с ним болтаешь а это четвертый этаж вот ну как принцесски в запертивы сидели да 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 короче жуткое время я на всю жизнь запомнил и я то никогда эти не практиковал в зарезании арбузов и теперь никому не советую точно ну да мне кажется у всех есть какие-то свои истории с отравлениями и от этого к сожалению никак не застрахуешься потому что не только рыбы можно отправиться на этом водичку попить или рот где-то прополоскать да зубы как-то чистить в городе отеля там стране неважно поэтому ну понятно нужно соблюдать элементарные правила гигиена мыть руки ну а дальше как бы будь что будет надеюсь пронесет как пронесет мысли минует тебя это участь отравления и к этой же новости энтузиасты запустили аккаунт международной ассоциации по защите филадельфии но сейчас модно защищать права всех и вот ребята решили покреативить и сделали вот такой аккаунт да тут хайпанули на новости но это прикольная шутка я надеюсь что это шутка все же они настоящий аккаунт поэтому поехали дальше раскачество в преддверии пасхи назвала лучшие когоры россии но тут нет смысла я думаю пересказывать рейтинг потому что мы все равно пойдем и купим тот что по акции вообще я хочу сказать огромное спасибо раскачеству потому что они делают реально очень полезный контент я их периодически читаю периодически пользуюсь их советами поэтому вам прям респект за сбор некоторых грибов и растений будут сажать на 9 лет ну вообще бояться такого заголовка не нужно здесь речь идет о грибах и растениях которые занесены в красную книгу и это направлено на борьбу с браконьерами потому что браконьеры просто злейше зло я их вот есть категория людей которых я не люблю ненавижу наверно можно сказать ну короче которые плохие вот браконьеры относятся сюда и интересно не совсем понятно как этот закон будет реализованы как доказать что например случайно сорвался точек и не имел злого умысла но я думаю что обычным людям все-таки бояться нечего будет лишний повод изучить ботанику и посмотреть что у нас вообще в стране в лесах полях растет с грибами кстати вообще страшно потому что можно съесть гриб по незнанию оказаться не то чтобы в тюрьме где-нибудь там ну да кстати да ну понятное дело нужно всем знать что ты собираешь и что ты рвешь нужно наверное отходить от этой привычки как в детстве мы гуляли там хоть листочек сорвал потому что можно борщевик сорвать и какой там ядовитое растение но много таких случаев каждое лето у нас бывает поэтому будем изучать грибы так ягодки чтобы не нарушать закон и чтобы значит своему здоровью тоже не навредить да вот сейчас так вот смотришь и думаешь детство у нас было вообще естественным отбором моё любимое назван доступный продукт для улучшения работоспособности кстати значит рассказывают про болгарский перец и как он чудесным образом влияет на наш организм прям такой волшебный прекрасный прочитаешь и кроме перца ничего есть вообще не захочется вот честно меня очень сильно раздражают такие статьи ну потому что а как же огурцы а как же там помидорки молочка семена чья наконец они что не полезны что ли ну то есть по идее про любой продукт про любой правда ну как бы про какой хочешь можно написать такую статью даже не одну все продукты полезные в той или иной мере и как бы ну что нам стали одним болгарским перцем что это пытаться питаться точнее пытаться путочным перцем мое мнение такое что нужно есть в целом больше овощей зелени фруктов там ягод но опять же если у вас какие-то проблемы например с кишечником вам могут быть эти фрукты ягоды и зелень противопоказано поэтому если у вас что-то болит и вы себя плохо чувствуете просто идите к врачу и узнавайте что вам можно есть что нельзя а советы из интернета такие общие ну как бы ну такое вообще я пришел к выводу то что все полезно и все вредно то есть для каждого человека что-то может быть полезно что и и причем бывает один и тот же продукт вот я там по себе могу сказать как-то мандаринов объелся по ну и мандарину да ну например мандарины потому что у меня оказывается аллергия на высокое содержание витамина c а при этом все знают какие есть полезные витамины в мандаринах если бы я немного съел в любом случае не надо перегибать палку потому что бывают люди которые пьют керосин здесь уже естественно таких на к сожалению здесь уже естественно лучше так не делать вообще никому это скорее всего вредно всем а есть люди которые не пьют керосину которые друг другим рассказывают чтобы они пили керосин потому что это полезно ну это просто жесть я просто поясню историю про твою с мандаринами в общем как-то наверное пару лет назад была весна а нам всегда говорили но весной нужно пить витаминки мы начну пили витамин с какой-то лютой дозировки там типа 1000 миллиграмм ну такие шипучие таблетки они даже мне кажется в супермаркетах продаются я пила нормально а Женя пил и он пошел весь пупырышками такими как жаба конечно как этот динозавр и потом если много мандаринов лишнего съесть у него все-таки такие пупырышки появляются до сих пор поэтому аккуратнее с такими советами в россии заявили о создании съедобного мыла это не шутка реально человек из Екатеринбурга создал компанию новохим и готового мыла который можно использовать и по прямому назначению и потом съесть его мало того они с этой идеей хотят выйти на международный рынок и вообще уже хочется сказать что екб настолько прогрессивный город что кажется пора остановиться екб у нас вообще российская силиконовая долина такое сан-франциско там постоянно что-то изобретают очень прогрессивная молодежь там живет что у нас там куча модных брендов одежды вот химию бытовую делает много компаний разных и так далее тому подобное в общем урал урал реально двигает россию вперед прогрессе вперед ли вперед 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 в любом случае учитывая что это силиконовая долина там же тоже много разных идей конечно же не все супер востребованы вот просто мы пока еще до этого не доросли понимаешь нет мне просто интересно как такое могло в голову прийти но говорят что спрос рождает предложение но как бы это такой стоишь посуду помыл и такой помыл значит все вытер блин же ты есть охота пойду мыло съем это так что любил мне интересно как это вообще в основном когда помыл посуду есть наоборот неохота надо еще плюс мыло грязное да 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 вот ты помыл этим мылом посуду грязь с посуды перешла на мыло ты и а он кстати жидкая или твердая вот вопрос они не уточнили мне кажется там много вариантов будет захотел выпил захотел погрыз но мне кажется то что здесь ребята конечно перекреативили и я надеюсь что это тоже такой способ привлечь к себе внимание как там с верчков обсуждали на шоколадку с верчками чтобы просто как бы вот попасть в новости новостную повестку но я очень надеюсь что это так и есть иначе у нас большие проблемы и вот кстати сейчас еще читаю из новости цитирую новохим планирует поставлять свою новинку также в алтай и кузбасс потому что там меньше конкуренции а тут она прям огромная по волге например слушайте ребят я могу вам сказать то что вы можете хоть в сингапур заезжать с этим мылом там вряд ли будет какая-то для вас конкуренция да ну давайте на этой новости мы закончим потому что ну что уже можно прекраснее придумать чем-то удобное мыло мне кажется и у меня кстати большая просьба поделитесь пожалуйста в комментариях как вам наш новый формат новостной как звук как цвет как дела в общем пишите еще просьба можете отправлять свои новости если какие-то интересные находите нам мы их выберем и какие-то может быть тоже обсудим то есть мы открыты к предложениям а у нас кстати выпуск когда выходит так воскресенье 16 числа это пасха пасха поэтому поздравляем всех православных с пасхой мы с вами на этой прекрасной ночи прощаемся подписывайтесь ставьте лайки пока